Минск и Белград подтверждают намерения на дальнейшее сотрудничество. Сегодня во Дворце Независимости прошла встреча президента в Белоруссии и Сербии. Александр Лукашенко наградил Томя Славониколича Орденом Дружбы Народов. Это высшая награда, которой может быть удостоен представитель другого государства. Сразу после церемонии лидеры провели переговоры, во время которых обсудили двусторонние отношения. Последние годы они заметно активизировались. Во многом благодаря вкладу Томя Славониколича, который уже через две недели слагает президентские полномочия. Однако сегодня сербский лидер заявил, что и далее готов лично курировать сотрудничество Белоруссии и Сербии. Евгений Горин подробнее. Президент Республики Сербия Томя Славониколич. Как президент Томя Славониколич свой первый зарубежный визит совершил в Беларусь. Им же он и завершает карьеру главы государства. Крепкие дружеские объятия с Александром Лукашенко – точная характеристика белорусско-сербских отношений. Во Дворце независимости есть специальный зал государственных наград. Но орден дружбы народов Томя Славониколичу сегодня вручили в самом большом зале. Здесь принес присягу Александру Лукашенко после переизбрания. Отсюда провожали спортсменов на Олимпиаду в Рио. Президент из друг с другом на «ты» Александр Лукашенко четыре раза был в Белграде. Один из его визитов сербы будут помнить всегда. Когда страна называлась еще Югославией, а на Белград падали натовские бомбы, белорусский лидер прилетел поддержать братский народ. Я этого никогда не забуду. Ваш жест был жестом всего белорусского народа. Когда меня однажды спросил тогдашний еврокомиссар, госпожа Эштон, а почему вы ездите в Беларусь? Я ей ответил, было бы лучше и для вас, если бы вы почаще бывали в Беларуси. Награда сегодняшняя – это абсолютно заслуженная награда. Здесь нет никаких условностей, здесь нет ничего такого, что связано с должностью президента. Хотя не без этого, потому что, когда тебя избрали президентом в Сербии, мы осуществили то, что должны были давно сделать при прежних руководителях Сербии. Потому что, как бы ни складывалась обстановка ситуации в Сербии и в Беларуси, мы всегда, наши народы всегда тянулись друг к другу. В Беларуси и Сербии очень похожи даже по численности населения. При этом политические приоритеты балканского партнера на Запад, например, вступление в Евросоюз, никак не мешают сотрудничеству с нашей страной. Мы активно поддерживаем друг друга на международной арене, сотрудничаем в экономике. В Сербии работают сборочные производства белорусских тракторов и троллейбусов. А впереди еще большие перспективы. Вы сохранили полностью машиностроение, ваши троллейбусы, ваши автобусы, ваши трактора, ваши дамперы. Вот мы сейчас уже в Белграду катаются три ваши электроавтобусы. И мы быстро очень будем закупать от вас электроавтобусы. Огромные возможности по сотрудничеству. В Сербии может появиться производство пожарных машин белорусских марок. В Беларуси партнеры с Балкан реализуют масштабные проекты «Маяк Минска» и многофункциональный комплекс «Минск.Мир». Иностранные инвестиции в проект составят почти 3 миллиарда долларов. Бизнесмены хотят создать в Минске международный финансово-экономический центр, сродни тем, что есть в Сингапуре, Дубае, Лондоне. Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербией Вульчичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружеских отношений между нашими народами, православными народами Сербии и Беларуси, этот фундамент укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, как и ты, проводя эту политику нашей дружбы. Конечно, товарооборот у нас не ахти там какой, но его вообще не было. И он в разы, в разы, даже, наверное, в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Но тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо было бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народа во имя укрепления нашей дружбы. И она это очень рассчитывала. Мировые кризисы сильно повлияли на товарооборот между нашими странами. Но в скором времени всё выправится. Мы с Александром Бучичем знакомы больше 25 лет. Он проводит такую же политику, что и я. Так что ничто не изменится в отношениях Беларуси и Сербии. Мы продолжим курс на сотрудничество. В июне в Белграде состоятся Дни Минска. Это время можно считать началом нового витка белорусско-сербских отношений. 31 мая президент Томислав Николич складывает свои полномочия. В должность должен вступить вновь избранный президент Сербии Александр Вучич. Ещё Беларусь и Сербию сближает генерическое партизанское прошлое в борьбе с нацизмом. В годы Второй мировой оккупированная Югославия развернула мощное антигитлеровское сопротивление. По численности оно уступало только советскому, считай белорусскому. На площади Победы в Минске у монумента в честь памяти героев Великой Отечественной войны останется венок от президента Сербии. Евгений Горин, Андрей Новгородцев и Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова